Добрый день, уважаемые коллеги! Уже очень много говорилось о маммографии. Маммография и по наше время остается золотым стандартом для выявления рака молочной железы. И мы видим, что развитие маммографии шло от пленочной аналоговой системы к двумерной полноформатной цифровой. На данном слайде вы видите все основные методы диагностики патологии молочных желез, которые сейчас существуют. И меня очень радует, что в разделе комбинированные исследования, которые проводятся с внутривенным контрастированием, наряду с магнитно-резонансной томографией используется контрастная спектральная двухэнергетическая маммография. Общая цель всех этих методов – это диагностика, это определение распространенности опухолевого процесса, это планирование лечения, это оценка эффективности противоопухолевой терапии. Но онкологи зачастую задают нам вопрос, когда же какой метод выбрать из существующего большого алгоритма. В каждом конкретном случае алгоритм лучевого исследования решается индивидуально, и в основном он будет исходить из зоны поражения и, конечно же, из оснащения аппаратами медицинских учреждений. В настоящее время современная маммография становится уже комплексным и включает в себя цифровую маммографию, контрастную спектральную маммографию и томосинтез. И ведутся споры, которые не могут прийти к однозначному решению. Все-таки томосинтез и контрастную спектральную маммографию относить куда? К уточняющему дополнительному методу или к основным методам исследования. На данном слайде я хочу вам привести пример, как мы видим патологические изменения на цифровой маммограмме. Но когда мы с вами добавляем томосинтез, который позволяет нам удалить наложение структур молочной железы от интересующего объекта, мы видим, что наш объект становится намного четче. И вот так мы увидим это при контрастной маммографии, которая позволит нам контрастировать только патологические изменения, убирая все структуры молочной железы. На данном слайде мы видим морфологические признаки тех патологических изменений, которые мы выявляем на маммограммах. И мы видим, что самая большая доля образований, 64, они состоят из звездчатых и округлых без кальцинатов. 17 – это звездчатые и округлые с кальцинатами, и только 19%, которые состоят из кальцинатов злокачественного типа. Конечно, когда мы видим вот такие маммограммы, мы понимаем, что это злокачественный процесс, мы поставим рак, и никаких дополнительных методов исследования, я имею в виду контрастную маммографию или томосинтез, мы использовать не будем. Но мы добавим сюда магнитно-резонансную томографию для того, чтобы определить степень распространенности опухолевого процесса, именно местного, я еще раз утверждаю, молочной железе, для верификации солидных образований. Но когда мы видим узловые образования, которые состоят из узла и кальцинатов, конечно, здесь нам поможет томосинтез. Я уже говорила, что он помогает удалить наложение структур молочной железы на тот объект, который нас интересует, и разложить его по полочкам. Это пример томосинтеза, мы видим минимальную карциному, которая состоит из точечных кальцинатов злокачественного типа, и размер ее не превышает 10 мм, выявленный при томосинтезе. Мы взяли, проанализировали более 4000 пациентов в нашем институте, которые обследовались в том году с подозрением на рак молочной железы. И вы видите, что та группа пациентов, у которых младше 40 лет, и группа пациентов, у которых старше 70 лет, они имеют почти одинаковое соотношение злокачественных и доброкачественных образований. Дальше мы рассмотрели эту же группу на зависимости по плотности молочной железы от возраста. И вот в группе менопаузальных и постменопаузальных женщин, где мы хотим видеть, конечно, уже неплотную ткань молочной железы, мы видим очень большое количество пациентов, которые сейчас приходят с типом плотности С и Д. И мы уже хорошо знаем, что цифровая маммография, она имеет два больших ограничения. Это когда у нас невысокая чувствительность, мы видите, мы пропускаем раки на фоне плотной ткани, и в то же время она имеет низкую специфичность, когда мы сами дорисовываем так называемые псевдоопухоли на этом плотном фоне. И вот именно вот эти два больших ограничения, они стали мотивацией для того, чтобы модернизировать уже существующие маммографические станции или разрабатывать новые, которые позволят нам лучше визуализировать патологические образования на фоне этой плотной ткани. Такой вот методом и стала, конечно, контрастная спектральная двухэнергетическая маммография, то есть это методика выполнения цифровой маммографии, дополненная контрастным усилением. На данном слайде я хочу вам показать снимок, который я увидела в 2012 году, будучи на Брест-Академии. Тогда европейцы докладывали уже первые свои результаты по контрастной маммографии. Конечно, они вызывали столько эмоций и впечатлений, что до сих пор, наверное, они не устают меня радовать. И я рада, что контрастная маммография появилась не только в нашем институте, она появляется во всех клиниках уже России. Ведется много работы за рубежом, в нашем институте ведется работа по контрастной маммографии. И есть уже статистика, которая совпадает и мы, наши результаты совпадают с европейскими. Мы видим, что контрастная маммография, она намного больше имеет чувствительную специфичность и точность, чем цифровая маммография. И она сопоставима с МРТ, даже специфичность ее немного выше. За счет чего в этом году, в 2021 году, уже Российское общество онкомоамологов внесло дополнение в золотой стандарт диагностики лечения ракомолочной железы, куда они внесли двухэнергетическую контрастную спектральную маммографию. Вы видите, что показаниями в этой книге является полотный рентгеновский фон, оценка мультицентричности и мультифокальности, дифференциальная диагностика микрокальцинадов молочных желез и структурных перестроек. И те пациентки, которые имеют противопоказания к магнитно-резонансной томографии. Мы сейчас вернемся к сопоставлению контрастной маммографии и магнитно-резонансной. Вы видите, что очень хорошая корреляция. Это пациентка с мультицентричным формой роста ракомолочной железы, пусть контрастные рекомбинированные изображения. И даже пациентка выполнена при магнитно-резонансной томографии. Но почему же все-таки специфичность выше у контрастной маммографии? Потому что если при исследовании, при введении контрастного препарата мы не получаем контрастирование подозреваемого очага, мы четко понимаем, что это не злокачественное образование. Тогда как при магнитно-резонансной томографии мы знаем, что гиперблазированные дольки, сложные кисты, локализованный аденоз, он будет накапливать парамагнетик. При построении кривых он будет выдавать вторую кривую, которая может быть и при злокачественных и доброкачественных образованиях. И куда этих пациенток отнести? Конечно же их относят к БРАТ-4, за все чего увеличивается количество ложноположительных результатов. Ну и соответственно у них уменьшается, у этих пациентов, у этого метода специфичность. Какие же преимущества контрастной маммографии перед магнитно-резонансной? Это в первую очередь меньшая стоимость и само время исследования. Конечно, проще выполнение. Это больше комфорт для самих пациенток. Это больше опыта, как и врачу-рентгенологу для описания, так и клиницистам. И конечно же это те противопоказания, которые относятся к магнитно-резонансной томографии. Это клаустрофобия у пациенток. Это ограниченные тромбометрические параметры, то есть вес их кружносталик. Мы не можем просто выполнить магнитно-резонансную томографию. Это наличие водителей ритма и автоматических дефибрилляторов. А теперь мы перейдем к возможностям контрастной маммографии. Первое – это конечности методика эффективного оценки мультицентричности и мультифокальности опухолевого процесса. Если мы выявляем мультифокальный процесс, это конечно очень красиво, но на тактику лечения это никак не повлияет данной пациентке. Конечно же, если мы будем говорить о многоочаговости, мы будем говорить о том, что это конечно выявление мультицентричности, которые кардинально поменяют тактику лечения данной пациентки. Мультицентричный процесс бывает, когда два и более узловых образования располагаются в разных квадрантах, либо они выполняют почти весь объем молочной железы. Мы видим здесь хорошо на рекомбинированных изображениях мультицентричный процесс, который на достаточно неоднородном плотном фоне при цифровой маммографии выявить очень трудно. И еще третий вариант, когда мультицентричный процесс у нас представлен в одном квадранте, но расстояние между узловыми образованиями превышает 5 сантиметров. Следующие возможности контрастной маммографии – это точность оценки размеров образования, которые приближаются к гистологическим и магнитно-резонансной томографии. И мы знаем, что истинные размеры опухоли в 40% случаев могут отличаться от маммографической, и зачастую в плотном фоне указать четкие размеры образования просто невозможно. Тогда, когда на босконтрастных рекомбинированных изображениях мы четко можем указать не только количество очагов, но и их размеры, и они четко коррелируют с гистологическими макропрепаратами, что мы видим вот на данном примере. Это же, конечно же, высокая чувствительность методики при выявлении минимального рака молочной железы, как всегда, конечно, особенно на фоне плотной ткани. Это для выявления еще и билтерального процесса. По спинопоузальной пациентке мы видим очень плотную ткань молочной железы, это D-тип плотности, на котором узловые образования просто не выявляются. Тогда как на рекомбинированных изображениях в правой молочной железе мы видим два узловых образования, расположенных в разных квадрантах, это пример мультицентричности процесса, и в контрлатеральной молочной железе мы выявляем минимальный билатеральный синхронный рак, размеры которого не превышают 10 мм. Почему мы говорим это важно? Потому что если бы мы выявили только минимальные размеры данного образования, то, конечно, здесь повышается безрецидивная выживаемость этих пациенток на 98%. И все-таки, когда следует рекомендовать нам контрастную маммографию или когда томосинтез? Томосинтез, конечно, это оценка морфологии, но она показала себя, эта методика, очень хорошо в скрининге, которая снижает частоту вызовов на дообследование и способствует выявлению рака. Если мы будем говорить о контрастной маммографии, это, конечно же, морфологическая, уже добавляется функциональная информация, и принципиальные их отличия тогда, когда мы будем назначать контрастную маммографию не только для диагностики, но оценки эффективности на элдивантной химиотерапии, что совершенно невозможно сделать при томосинтезе. Это пример пациентки менопаузального возраста. Мы видим большое распространение опухолевого помолочной железы, доктальная карцинома НСИД. Она прошла 6 курсов химиотерапии, и это эта же пациентка после 6 курсов оценка ответа, полный маммографический ответ, который соответствует полному регрессу патоморфологическому. Еще одно преимущество контрастной маммографии – это биопсия под контролем контраста. Сейчас выходят очень хорошие новые аппараты, снабженные такими функциями, которые позволяют выполнять нам биопсии под рентгеноконтроля в тех случаях, когда эта биопсия была затруднена. Это маленькая молочная железа, это тонкая молочная железа, это импланты. И это образования, которые располагались либо поверхностно, либо глубоко, наоборот, в молочной железе ретромамарно, или в околоареолярной зоне. И вот аппараты нового поколения, они только одним движением руки позволяют перевести пункцию из латеральной в горизонтальную, вертикальную и обратно. И при этом можно сказать, что контрастная маммография, она еще лучше позволяет выявлять те очаги, которые на плотной ткани были видны, не видны другими методами. И в данном случае я хочу вам продемонстрировать именно биопсии. Почему биопсия под контролем контрастной маммографии, она выгоднее, чем под МРТ. Значит, под МРТ, конечно, это длительная процедура, и таким образом мы будем говорить уже о экономических вопросах. Это простой самого томографа, это стоимость, которая достаточно высокая, потому что очень высокая стоимость самих игл. Это положение на животе, которое приводит к ограничению доступа глубоко расположенным образованием и образованием во внутренней полусфере. Почему здесь все-таки контрастная маммография выигрывает? Потому что она, конечно, меньше затратная. Это достаточно быстрая процедура. Технически она проще. Положительно воспринимается самой пациенткой, но есть, конечно, и довод против, и это облучение. Никто это не скрывает. Это пример, сейчас я вам приведу биопсии под контрастной маммографией. Плотная железа, выявляется узловое образование с нечеткими контурами, накапливающие контрастный препарат. Сама процедура выполняется точно так же, как мы выполняем биопсию под рентгеновским контролем. Делается стереопара, выполняется биопсия, делается контроль. Сама процедура выполняется за 8 минут от момента введения контрастного препарата. Это оптимальное время, потому что оптимальное время нахождения контрастного препарата в углу русли – это 10 минут. Дальше обязательно ставится метка из того места, где мы брали биопсию, и делается контрольный снимок. И таким образом мы подведем наши итоги. Наш доклад назывался «Контрастная маммография. Когда и зачем? Когда?» Когда это плотные рентгеновские ткани, независимо от возраста. Это пациентки молодого возраста, и это мониторинг пациенток после оперативного вмешательства. И, конечно же, это диагностика рака молочной железы, выявление минимального мультицентричного мультифокального рака. Это неоднозначные и спорные результаты других методов визуализации молочной железы. И это оценка эффективности неодевантной химиотерапии. И под конец мне хочется сказать, что, зная возможности применения вот этих пяти ключевых методов диагностики, мы можем с уверенностью сказать, что они неразрывно связаны между собой для постановки правильного диагноза. И применяем, причем мы можем их применять как одну, только эту методику, либо мы можем применять их в комбинации, а это намного лучше, то применяя сразу несколько разных технологий, в результате чего у нас будет создаваться синергический эффект от применения каждого метода. Спасибо за внимание. Я обязательно отвечу на все вопросы, которые у вас есть.